Приятно, когда рядом с домом есть уютный сквер. Жители Второго Иркутска долгие годы этого были лишены. Но теперь все изменилось, как увидите прямо сейчас. Сегодня во многих домах Второго Иркутска пусто. Все самое интересное происходит на улице. Местные жители собрались на территории парка, пустовавшего больше 40 лет. Теперь он получил новую жизнь и новое имя – сквер мира. И не случайно, ведь находится место отдыха на пересечении улиц, связанных своим названием с войнами – Шпачика, Жукова и сибирских партизан. В этом году 100 лет гражданской войне. Шпачик погиб в 18-м году, в годы гражданской войны. Сибирский партизан – это тоже гражданская. Жуков – это отечественная война. Хватит воевать, надо мирно жить. За возрождение этого парка выступили сами жители. Сквер мира стал одним из победителей народного голосования и попал в проект формирования комфортной городской среды. Теперь место, которое раньше обходили стороной, окружено фонарями, лавочками и урнами. А несколько спортплощадок привели в восторг не только молодежь. Хорошо, очень прекрасно. Был такой запущенный, теперь стал современный. И много тренажеров, и спортивная площадка, все есть. И мамы с детьми могут погулять, и спортсмены, и простые пенсионеры. А мой дом рядом. Я буду теперь всем часом сюда ходить, заниматься по часу. И все. Здоровья свое буду. Такая активность местных жителей отразилась и на проекте сквера. Все нюансы благоустройства обсуждались и принимались в расчет. Именно благодаря этому здесь появилась огороженная территория для выгула собак. Самое главное, вы должны понимать, что взаимодействие городских властей и людей, оно приносит очень серьезные плоды на самом деле. Никогда одна администрация сама по себе не сможет привести просто так, какое-то пространство в порядок и наполнить его активностью жителей. Жители выбирают, люди выбирают. Выбор людей оказался не случайным. Это показал уже первый вечер работы нового сквера. Конкурсы, песни и танцы продлились до наступления темноты. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.